Здравствуйте, уважаемые зрители, наши гости и подписчики канала. Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. И сегодня мы с вами поговорим о том, как нужно пересаживать аллоказию и какой горшок для неё выбрать. Какой нужен горшок аллоказии? При выборе горшка необходимо брать горшки высокие и не сильно широкие. Можно брать высокие и узкие, так как корни у аллоказии довольно-таки длинные. Если аллоказию посадить в широкий и низкий горшок, то очень быстро потребуется перевалка в новый горшок. И корни прорастут в дренажные отверстия. При выборе материала горшка аллоказию можно выращивать как в пластике, так и в терракотовых горшках. Так называется керамический горшок без глазури. То есть, чтобы горшок не был полностью покрыт глазурью. Если есть тенденция к обильному поливу, лучше растить аллоказию в керамике и желательно не обливной. При этом нет разницы между горшком, полностью покрытым керамикой и пластиковым горшком. При выборе размера горшка необходимо придерживаться того, что новый горшок должен быть на 2-3 см в диаметре больше предыдущего. Если же при пересадке приобретенного или приболевшего растения часть корней была удалена, то горшок нужно подбирать строго по корневой системе. Тем более, если растение болеет, то посадка в большой горшок несет много нежелательных последствий. А именно, долгое просыхание субстрата и как следствие закисание субстрата, переувлажнение корневой, медленный рост растения. Какой субстрат посадить аллоказию? Субстрат для аллоказии должен быть воздушным, легким, быстро просыхающим. Избыток влаги ведет к подгниванию и переувлажнению чувствительных корешков аллоказии. В качестве основы субстрата можно использовать субстрат для ароидных, либо любой питательный универсальный субстрат. При выборе субстрата необходимо обращать внимание не только на состав, но и на качество самого субстрата. Затем, кроме субстрата, нам нужен песок, вермикулит, свагнум и пенопласт. Песок можно купить на строительном рынке, либо в зоомагазине. Вермикулит продается в любом цветоводческом магазине. И не забудьте там же купить дренаж. В качестве дренажа мы используем керамзит. Его необходимо перед использованием промыть под проточной водой. Свагнум или свагновый мох можно набрать в лесу, там где растет свагнум. Если же вам негде набрать его, то его можно купить либо в цветоводческом магазине, либо приобрести его через интернет. Вам пришлют его по почте. Дальше готовим субстрат. На одну часть субстрата берем по 0,3 части вермикулита. Также 0,3 части песка и 0,3 части свагнума. И горсть пенопласта. Такой субстрат получается очень легким. Он быстро увлажняется и довольно-таки быстро просыхает. Что в принципе и нужно для аллоказии. Тем более, если она находится на реанимации. Берем подходящую емкость, в которой мы будем смешивать субстрат. Насыпаем готовый субстрат. Все комочки разминаем, чтобы не было крупных кусков. Если попадутся непереплевшие веточки, волокна, то их режем с помощью ножниц. Затем в емкость субстратом насыпаем нужное количество вермикулита. Песка все тщательно перемешиваем. Затем режем свагнум. Если свагнум сухой, то предварительно смачиваем его в воде. Либо плеверизатором. После свагнум режем на кусочки до 1 см. Добавляем к субстрату. Тщательно все это перемешиваем. Пенопласт ломаем на маленькие кусочки. В итоге получается приблизительно вот такая масса. После того, как вы принесли аллоказию домой, еще раз внимательно осмотрите растение. Нет ли на нем следов механических повреждений, болезней листьев, плесени, на самом растении или на субстрате. Осмотрите листья, особенно нижнюю сторону, на предмет вредителей. Если на верхней части листьев есть белые пятна, то это налет от солей. У аллоказии с кожистыми листьями на лед можно смыть губкой. А у аллоказии с бархатными листьями пятно от солей придется счищать зубной щеткой. И причем процедуру придется повторять. Если есть подозрения на вредителей, то необходимо обработать растение инсектицидом. После всех необходимых процедур приступаем к пересадке. Это при условии, что все необходимое для пересадки у нас уже имеется в наличии. Пересадка аллоказии Каждая их пересаживает там, где ему удобно. Растылаем газеты или кусок пленки на полу или на столе, где вам удобно. Затем берем тазик и над ним вынимаем растение из коржка. Субстрат, в котором продавалась аллоказия, можно и не выбрасывать, а отвозить на дачу и подсыпать на клумбы. Это отличная разрыхляющая добавка. После того, как мы вынули корни аллоказии из коржка, мы их промываем от торфяного субстрата. Промывать корни лучше вначале в тазике. Вода должна быть теплая. Каждый раз после отмокания очередной порции торфа меняем воду. Если у основания корней обнаружите тканевую оболочку, то желательно по возможности ее удалить. Данная оболочка – это оболочка от торфяной таблетки, в которой укоренялась Ваша будущая аллоказия. Если какие-то кусочки от корней не отмываются, то это не страшно. Небольшая их часть не повредит корням Вашей аллоказии. После этого мы осматриваем корни. Здоровые корни аллоказии – светлые, плотные и упругие. Если какие-то корни темные, то прежде чем их удалять, внимательно их осмотрите. Возможно, это просто корневые волоски уросли в торфяные частички. Если же корни пустые, серые, и из них выходит легкая вода, то такие корни мертвые. Их срезаем, места срезов припудриваем толченым древесным углем. Ну или можно растолочь таблетку активированного угля. На корнях у аллоказии образуются дочерные клубеньки, из которых впоследствии может вырасти еще одна аллоказия. Вызревшие клубеньки имеют темные чешуйки. Если же клубенек еще полностью светлый, то он пока не закончил своего формирования. Если они сами не отделяются, то пока их не следует отделять. Если же при промывании или посадке вы нечаянно отломаете клубенек, то его можно будет впоследствии прорастеть. Об этом мы поговорим подробно в другом видео. После промывания, если вы хотите уменьшить стресс растения после смены условий и пересадки, то можете подержать корни аллоказии в течение 20-30 минут в растворе стимулятора. После всех процедур с корнями можно дать корешкам немного обсохнуть. Но внимание! Не больше 15-20 минут, чтобы корни не пересохли. Субстрат готов! Корешки обработаны. Теперь сажаем аллоказию в горшок. На дно горшка насыпаем керамзит. Затем в горшок на керамзит насыпаем немного приготовленного субстрата для аллоказии и помещаем в корни аллоказии. При этом действовать нужно очень аккуратно, чтобы не поломать корешки. После насыпаем по кругу приготовленный субстрат, заполняя при этом все промежуточки между корнями. Можно постукивать по стенкам горшка. Так субстрат будет равномернее просыпаться между корешками и лучше заполнить все промежутки. При засыпании субстрата необходимо сажать аллоказию так, чтобы корневая шейка, то место, откуда начинают расти корни, не была заглублена, а была вровень с уровнем субстрата. Субстрат в горшке приминать не следует, если только совсем чуть-чуть. По крайней мере, он должен остаться таким же рыхлым и воздухопроницаемым. Все, пересадка закончена. Ну а что нужно делать после пересадки? После пересадки сразу не поливаем, а полив производим лишь тогда, когда субстрат высохнет на 1 третью емкости горшка и никак не раньше. Поливать аллоказию лучше нижним поливом, теплой водой. Первый полив должен быть небольшой порцией воды. Если после полива аллоказия начнет выделять капельки воды, то таким образом она избавляется от излишков воды. Это естественная реакция. Хуже, если аллоказия будет плакать не один-два дня, а гораздо больше. Это будет свидетельствовать о чрезмерном поливе, застое воды в горшке и плохом стоке через дренажные отверстия. Залог успеха. Помимо правильной пересадки и полива, создайте аллоказии комфортные условия. Теплое содержание, хорошее освещение и исключите сквозняки. Если пересадка была произведена верно, и аллоказию обеспечили подходящими условиями, то эта процедура совершенно не действует на рост самого растения. Наоборот, оно активнее впускается в рост. Ну и на этом мы, пожалуй, сегодня закончим. Но поделиться с нами своим личным опытом или же задать вопрос можно в комментариях. А с вами был канал Цветок Дон. Комнатные растения. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь, и вы будете знать все секреты и нюансы выращивания своих комнатных растений. Да и не только. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok